Доброго утречка, дорогие мои! Стою на выезде из своего двора, блин! Снега у нас до сих пор куча! Чё у меня? Жужжит так сильно? Непонятно! Сейчас, короче, поеду с Сашиной мамой вместе в этот светофор вахтырский за кормом. А смотрите, через дорогу собаки бегают. Чужие. Ага, это знаете, что у меня гудит? Это у меня сцепление так гудит. Это, наверное, тоже плохо, надо будет Саше сказать. В общем, Саше остался делать ремонт. Он сегодня в ночь, и обычно он отдыхает в эти дни. Но он, короче, собирается в выходной свалить с мужиками пиво варить. Вот, поэтому сказал, что сегодня-завтра будет ремонт делать, а потом свалит. Я говорю, ты без проблем. Я не против. Вот. Он там делает потолок. Я ему даже немножко помогла. Ну, а я отправляюсь в светофор. Мне нужно корм купить кошачий. Поеду в вахтырку. В нашем светофоре нету, а переплачивать мне не хочется. И договорилась с Сашиной мамой. Я ей сейчас привезу семена, а еще везу бабушкам половинку тыквы на покушать. угощу их. Вот. И Сашина мама будет выращивать рассаду на себя и на нас. Я ей семена отдам, она будет рассаду выращивать. Потому что мне вообще без вариантов рассаду растить. С семью-то кошками они мне не дадут. Даже если я очень захочу. А я и не хочу, если честно. Поэтому вот такую вот сделку заключим. Я ей куплю всю землю, семена, а она вырастет на себя и на нас. По-моему, неплохо. Все, поехали к бабушкам. Что не сделаешь ради любимых кошек? Вот теперь мы знаем, где находится в Ахтырке светофор. Сейчас пойдем исследовать. Но не только корм будем покупать, еще землю на рассаду будем покупать. И печень тресковую я возьму еще одну. А то Саша сегодня половину слопал. Ага. Класс корма для кошек. А это Надежда Федоровна, косточки. Так, теперь надо землю найти. И тресковую печень. И вообще посмотреть, что есть. А, еще сливки мне надо. Опять Света много денег тратит. Магнит приехала. Шпикачек хочу. Сейчас Надежду Федоровну дождусь, пока она выйдет. И еще поедем в наш светофор, потому что земли в том светофоре не было. Зато взяла сливок. Слушайте, желатина надо было еще взять там в светофоре. Сейчас возьму. Сливок взяла. Что я еще взяла? Печенку. И там была дегустация. Ветчину взяла. Никогда бы не решилась бы там купить, если бы дегустацию не устроили. Вот. А попробовала я, она вкусненькая. Сейчас пол палочки взяла, понесу, чтобы все попробовали. И решим, будем мы ее брать или нет. Ну, а сейчас за шпикачками. Хочу сегодня облегчить приготовление пищи. Шпикачки там с пюре, например, сделать. Купила шпикачки и сардельки. Капец, ребята! 400 с копейками рублей за 7 шпикачек. Килограмм. С небольшим. И 360 рублей за килограмм сардельек. Чего они такие дорогие-то, а? Закупилась. Потрачила кучу денег. Ужаснулась от цен на сардельки. В светофоре-то они дешевле стоят. Но в светофоре там немножечко все-таки все. Ерундовая. Не совсем нормальная. Я тут хочу проверить. Дам кусочек сардельки. Нормальный. Кота. Посмотрю, как они будут реагировать. Так же, как на светофорскую или нет. Проверим качество, как говорится. Знаете, что хотела вам рассказать? У нас сегодня ночью ЧП было натуральное. Началось все еще вчера вечером, когда еще Саша не вернулся с работы. У нас задуло котел. Вчера же я вам показывала во влоге. Капец, какая пурга была. Метель прямо. Ветер сильнейший. И задуло котел. А я себя как раз плохо чувствовала. Я уже и температуру себе померила. Думаю, господи, что меня так морозит? И потом, спустя 40 минут раздумий, я поняла, что котел задулся. В общем, как мы с Лиской его разжигали, это что-то. Разжигать-то я умею. Но там отвалился проводок на пьезоразжиге. Мы мучимся, мучимся. Он никак не зажигается. Ладно, разобрались. Проводок приделали. Согрелись. Потом Саша пришел. Еще раз котел задуло. И я еще думаю такая, принести что ли обогреватель электрический, слегка включить. Вдруг ночью задует. Потом думаю, да не. Чего, позадувало уже? Не задует. Ага. Просыпаюсь ночью. Не знаю, во сколько на часы не смотрела. От того, что я уже все замерзла. То есть не когда потух котел, и начало холодать я проснулась, когда уже совсем замерзла. Понимаю, что меня уже трясет. Закутываюсь в плед. Я знаю, что в зале еще холоднее. Там за закрытой дверью тепло. Лучше сохраняется. Капец. Дошла до Саши быстренько. Говорю, Саша, котел потух. Саша пошел его зажигать. А я пошла детей укрывать. Короче, замерзли мы. Ой-ой-ой. С утра проснулась с соплями. А потом вот утром еще пару раз задувал. А сейчас вроде ветер стих. Слава Богу. Но, с другой стороны, этот ветер гораздо больше вреда другим людям нанес. Например, в Анапе случился пожар. В большущем многоквартирном доме в одном из микрорайонов. На крыше. И ветром раздуло по всей крыше. А там поверхность громадная. 3000 квадратных метров. Что-то такое. И пожарные не могли затушить пожар из-за того, что ветер его все время раздувал. Сильный вообще ветер. А в Новороссийске скидывали ролики, как ветром. Короче, газель сдувала. Просто вот ветер с моря дует. Вот так газель стоит, и она просто боком едет. Вообще боком. Там все машины между собой посталкивались. Тоже много показывали случаев. Но я надеюсь, что не все. А так, скажем так, не так много было аварий. Но по новостям выглядела, конечно, атас. А еще я в светофоре сегодня взяла сливки. И желатин. Поэтому мы с вами сегодня будем делать вкуснейший десерт. Простейший, вкуснейший, очень вкусный десерт. Поэтому досматривайте влог до конца. Мы с вами его поставим. Он застынет, и завтра будем кушать. Я вас научу, все вам расскажу, как делать. Меня дети обожают. Можно делать сливочный, можно шоколадный. Я больше люблю сливочный. Дети, наверное, шоколадный захотят. В общем, я их спрошу. Но чтобы сильно дорого он мне не выходил, я, наверное, все-таки сливочки буду разбавлять. Я обычно разбавляю 20% сливки, пол-литра, не пол-литра, даже, наверное, грамм 350 там. И беру еще 2 литра молока. Так что можно 10% распавить один к одному. То есть литр сливок, литр молока. Будет очень вкусненько. Жирненько. Много есть нельзя такого. Но немножечко маленькими порциями покушать сам о том. Много нельзя есть, потому что я как бы хочу похудеть. А если у вас проблем такой нет, то ешьте сколько хотите. Он жирненький, сладенький. Поэтому много не съешь. У нас в Томске в одном из кафе делали подобное желе. Называлось оно крем сливочный. Но там прямо сливочный. То есть если сделать полностью из 10% сливок, будет как там. Он такой не сильно желированный такой вот. И посыпали его грецким орешком и сиропом и шоколадом поливали. Знаете, как вкусно. Я обожала в детстве. Кафе называлось, ну и называется оно сейчас есть «Золотой ключик». Я специализировалась, но когда оно было совсем маленьким, начинающим, когда я маленькая была, как раз на вот таких десертах. Самбук, муссы, желе, крем вот этот. Вот все ходили туда это лопать. Мы там даже выпускной справляли третий класс, когда выпускались. А теперь я сама себе делаю, потому что у меня теперь нет золотого ключика под боком. Теперь я сама себе такой десерт делаю. Я долго пыталась подобрать, пока наконец не поняла, из чего он сделан. У меня получилось, я прям довольная-довольная. В общем, не переключайтесь, оставайтесь со мной, вы все увидите. Пока я ездила, тут Саша колдовал. О, смотрите, гипсокартона уменьшилось количество. Два листа, наверное, прицепил. У нас теперь есть потолок. Ну, тут чуть-чуть осталось, не доделано. А так, в принципе, это в следующий раз уже доделает. Потолочек. Вот видите, вот эта вот люстрочка будет, вот там люстрочка будет. И, а где еще одна? Не прорезал, похоже. Еще вот здесь вот где-то должна быть. Три лампочки будет. Вот. Здесь, кстати, на этом потолке я хочу добавить. Тут всего три, и по мне так этого ужасно мало. Поэтому сюда мы еще три добавим. Здесь будет шесть, а здесь будет три, чтобы было светло. Я люблю, когда светло. Постепенно наша комнатушечка становится комнатушечкой. Я уже жду, не дождусь, когда прихожка запустится. Я тут два комплекта крючков повешу для одежды на шкаф, пока, как это, пускай пока крючки, как там, висят. И парочку обувниц поставлю, чтобы обувь комфортно расставить и не мучиться. Еще тыковки. Ну, я вам показывала, что бабушка тыковки разделала, они портятся, начали. Вот эти две я вскрыла. Половинку увезла бабушка. Тоже хочу кашу сделать со сливками. И семечки оставила. Надеюсь, что они дозревшие, схожие. Вот эти отмокают, лежат. Это надо, чтобы вот это все убрать. Немножечко они поотмокают, и я прочищу. Буду в этом году так высадить обязательно кабачки. Так, ну что, ребята, давайте приготовим. Итак, нам нужен желатин, нам нужны сливки, и нам нужно одно молоко. сейчас я достану. В молоке мы будем растворять сахар, и в молоке же мы будем растворять желатин. Итак, берем литр молока, наливаем сюда вот в мисочку. Насыпала 5 столовых ложек желатина, и, собственно, полчаса, наверное, они примерно будут набухать. Всё, на это время можно забыть, но нужно накрыть тарелочкой, потому что коты не дремлют. А здесь у меня параллельно ужин готовится. Макароны с сосиски куплены сегодня, и здесь я варю бульон для эксперимента, для одного, ну и для супчика, для следующего. На куриных косточках сразу для упаковки надо концентрированный бульончик такой сделать, хороший. А здесь у меня кофеёчек греется, чтобы сахарок в него добавить, и молочко. Всё, кофе у нас сегодня закончился. Вечером буду на завтра делать. Чё ты не влазишь? Вот так. Вот так повернуть красиво. Ну что, пока я жду желатин, как раз успею посуду перемыть. Ни у кого желания не возникает. Ну, кроме Кати для меня помыть посуду. Но Катя ещё в школе. Продолжаем приготовление нашего сливочного крема. В общем, светофоровский желатин, он немножечко как бы не совсем набухает. Ну, или просто молока много. Но мне в любом случае сахар надо в этом растворять, поэтому вот как-то так. В общем, сейчас я его нагреваю, растворяю на плитке и добавлю 5 литров в общей сложности массы. Это значит, что мне нужно добавить на каждый литр по 2 столовые ложки сахарку. Это сколько? 10 столовых ложек. Сейчас мы будем это всё сюда же вмешивать и растворять. Желатин ни в коем случае не должен закипеть. Вот, у меня, видите, уже почти весь растворился. Светофоровский плавится медленно. В общем, сахар весь уже растворился. Хожу, мешаю желатин и тем временем подготовила 2 тазика. 2, потому что будем делать 2 разных вкуса шоколадный и сливочный. Сейчас все сливки выдеваем сначала в один тазик, добавим туда эту желатиновую смесь, а потом будем делить на 2 части, собственно, в половину добавим какао. Подождите, не имею, сколько надо какао, я уже ничего не помню, никакие пропорции. В общем, сыпем на глаз и потом, если будет не коричневенько, то ещё добавим. Пока вот стольечко. Какао у меня обычная, моя цена, обычный какао-порошок, можно этот, господи, в зелёной коробке хороший. И для желе у меня приготовлены вот такие вот контейнерочки по 250 мл, вот видите, порция. Там крышечки стоят, будем сюда всё это дело собственно разливать и ставить, остужаться. Смотрите, сливки вылила, тут, короче, мяса почти не осталось, 5-литровый, вроде тазик, а 5 литров сюда, похоже, чуть-чуть в чуть-чуть войдут. Сейчас сюда выливаем наш желатин. Вот так вот он растворился, я думаю, что даже процеживать не надо будет. Сейчас ещё буквально пару минутчик и буду уже это дело вмешивать туда. в общем-то массу с какао нужно немножечко нагреть в микроволновке, чтобы какао растворилось, а эту массу белую, сливочную, можно уже разливать по контейнерам. Наполняем контейнеры, закрываем крышечками, убираем вот этот вот бардак, я всё время нахлопаю на стол. В общем, оно уже всё холодное, поэтому можно сразу ставить в холодильник и, по идее, пару часиков, наверное, ну, максимум три и будет готово. Ну и здрасте, пожалуйста, вот недавно посуду помыла, вот опять, пожалуйста, приготовила, называется. Так, зато макароны готовы, сосиски сварены, Лизавета вылизывает стол, желе убрано. Лизку, ну не вылизывай стол на камеру. Стол чистый, я его перед этим протирала. Лизка не может дать пропасть желе. Ты чё, храняешь мои пустые коробки? Я тут коробки положила пустые, теперь же бабушке на рассаду надо их все отдать. Одно молоко и четыре сливки уже. Две? Охраняешь? Думаешь, чё, дам? Не, желе только людям. Он не согласен. У нас уже вечерочек-вечерок, 6 часов, снег так и не растаял, ну, наверное, завтра будет таять. Всё опять, наоборот, позамёрзло, а я собираюсь на машинке за фруктами. Сейчас шелиза придёт, поэтому не закрываю. О, как раз она прогрелась и заглохла. Слушайте, потеплело, датчик этот погас. Сейчас похолодало и опять он загорелся, зараза. Это, по-моему, туалетатчик сцепления, туалетатчик тормоза. Чё-то такое. Так, не запрещала. Я заказала 4 ящика фруктов. Сейчас будет очень много вкусных фруктов, я надеюсь. Обтряхни ноги. А ещё нам надо заехать и купить два шприца большущих. Так, ну что, ребятки, я всех уложила, но планы мои все проводились. реквизит, который я для съёмки готовила, у меня не получился. Пока не знаю, почему, но, в общем-то, кошки его тоже не оценили, поэтому решила не делать. Подумаю ещё, как это сделать, чтобы было интереснее. Ну и в связи с этим, короче, решила, что снимать я сегодня тоже не буду. Какая-то сегодня варёная, уставшая. Надо мне спать. Сейчас включу обогреватель, чтобы этой ночью не проснуться от холода. И пойду спать. Все спят? Саша на смене. Надо и мне тоже отдыхать, правда же? Хватит всё время работать. Сейчас поставлю вас на зарядку. До завтра. Завтра. Ой, господи, на что я наступила? Ну ё-моё. Надо игрушёнка. На игрушку. Чёрт. Ну, она на самом деле была уже, оказывается, сломанная, потому что я не вижу, чтобы я чего-нибудь от неё отломала. Спасибо, что были в этот день вместе с нами. Простите, что влоги сейчас немножечко скучные. Снимать реально как бы нечего, поэтому они стали меньше. Я стараюсь сделать их для вас интересными и очень надеюсь, что моим постоянным зрителям нравится. у меня получается вас хоть немножечко развеселить. Скорее бы уже весна, скорее бы уже новые тематики для съёмок, поездки куда-нибудь будет нам гораздо веселее с вами. А сейчас пойдёмте спать, если у вас вечер. Отдыхать. Надо отдыхать. Обязательно надо отдыхать. Не выматывайте себя. Ни к чему хорошему эта гонка не приводит. Стремишься больше-больше сделать. Надеешься, что будет больше отдачи. А отдачи больше нету. Надо всё делать постепенно, ребят. Не торопитесь никуда. Цените мгновения, которые у вас есть. И большое спасибо, что вы у меня есть. Всем пока. Увидимся. Очень надеюсь на ваши лайки и комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok